В субботу вечером ушла из жизни великая Кармен. Это была ее любимая роль. Ради нее она готова была пойти до конца, даже отказаться от балета навсегда. Ради Кармен она объявила войну министру культуры и заявила, что Кармен умрет только вместе с ней. Майя Плесецкая. Темпераментная Кармен, ее главная роль и судьба. Случайная встреча с кубинским хореографом Альберто Алонсо подарила миру однократный балет, а балерине образ, который определил ее судьбу. Министр культуры Фурцева посчитала, что балет уж слишком сексуальным, неидейным, наложила вето, но поставить крест на постановке кубинца означало поссориться с Фиделем Кастро. Да и балерина боролась до конца. С тех пор Кармен это Плесецкая, Плесецкая это Кармен. Оркестровку Кармен Сюита написал ее муж и вечный спутник, композитор Родион Щедрин. Как позже признавалась Плесецкая, Щедрин не дарил бриллиантов, он дарил балеты, а она обрамляла их на сцене. Меня все время спрашивают, какую роль. Я не танцевала роли, которые я не любила. Спустя десятки лет про Кармен снимут документальное кино. Плесецкая на площадке контролирует. От балерины она требует идеального исполнения. Появлялась Майя Михайловна, которая вставала и говорила, Милочка, во-первых, ты делаешь не в музыку, во-вторых, ты посмотри, здесь акцент нужно сделать вот так. И она показывала, как это должно быть. Когда в Большом театре восстанавливалась Кармен Сюита, Майя Михайловна пришла ко мне на репетиции и репетировала со мной. Рассказывала, показывала, как всегда, свои руки. Ее Кармен родом из детства. Отца расстреляли в 38-м. Ее мать репрессировали. Маленькая Майя жила у тети в коммуналке сразу за Большим театром. Уже тогда она понимала, кем хочет быть. Она всегда там очень старалась уединиться, а когда она попадала на люди, она все время что-то представляла. Она все время жила идеей театра, идеей танца. Она всегда что-то подтанцовывала, что-то показывала. Она уже была звездой. И эта звездность, которая ей сопутствовала, она накладывала отпечаток на весь ее характер. Она встала на пуанты в восемь. Потом годы хореографического училища, выпуск и желанная сцена Большого. В главный театр страны Майя Плесецкая пришла в 43-м и осталась на полвека. У любого человека, даже не очень любящего балет и знающего, что такое балет, если вы спросите, кто такая Майя Михайловна Плесецкая, они вам скажут. Балерина, которая работала в Большом театре. И мы еще до конца не можем понять, какую великую эпоху мы потеряли. У юной Майи отмечали уникальные данные. Большой шаг, высокий прыжок, великолепные вращения, артистизм, темперамент. Уже спустя пару лет в Большом она танцует только главные роли. Плесецкая ломала стереотипы и на сцене, и в жизни считала, что в 30 карьера балерины заканчивается. Но на бейс она выходила и в 40, и в 50, и в 70. Руки – это крылья, в Лебедином озере это крылья, это большие крылья, метущиеся, трепещущиеся, какие угодно, но крылья. И крылья свои, а не взятые у какой-нибудь балерины на плакат. Своей грацией она покоряла миллионы. Своим трудолюбием достигала вершин балетного искусства. Эту партию адетты Адильи и Майя Плесецкая станцуют в своей жизни больше 800 раз. Как балерина Майя Плесецкая терпеть не могла сладости, но обожала пиво и селедку. Свою карьеру она видела на сцене и в пуантах, но отчаянно болела за футбол. Как и потом, скажет Плесецкая, всю жизнь она пробивала стены. Плесецкая – это бунтарь. Бунтарь в искусстве, потому что она против рутины, она за новое. Она первая стала сотрудничать с зарубежными хореографами. Она говорила мне, что отдыхала я только на сцене. В стране, где балет был главным из искусств, Майю Плесецкую называли чудом 20 века. Покорив большое, она пленила все ведущие театры мира. Для нее ставили Ролан Петти и Марис Бежар, называя Плесецкую королеву метаморфоз. Под нее писали балеты и в России, Анну Каренину, Чайку. После Плесецкой их больше так никто и не танцевал. Слишком сложные партии, слишком яркие образы. Майя Михайловна обладала мощным, мощным таким творческим началом и внутренней творческой свободой. Она была абсолютно независима и имела на это право, абсолютно имела право. И если уже она считала, что в творчестве, в своем творчестве, она должна поступить именно так, уже никто не мог ее сдвинуть с места. После ухода из Большого Плесецкая работала в Европе. Руководила балетным труппой, римской оперы, затем Мадридский театр и снова Россия. Мастер-классы, балеты. За 60 лет на сцене Майя Плесецкая удостоилась десятков наград и званий. Премия Анны Павловой, французский орден почетного региона. Премия японского императора, большой литовский крест командора. А еще душа танца, легенда. Именно легендой Майя Плесецкая и останется для миллионов почитателей ее таланта. Майя Плесецкая